Я про это представитель хозяйства, мне сразу точнее начинать. Такую провокацию устроили, а я думал, может правда кто-то наивный взял под меня. Ну сбежал с мошедшего товара, свисывал мою фотографию, отправил ее на сайт председательного хозяйства, рвал куски, вырывал из моих статей и говорил это. Получился такой заносчивый тип, наглый, заносчивый. А потом только я догадался, когда-нибудь я опубликую, я скопировал с сайтом все это, полно, с тех пор терпеть ненавижу председательное хозяйство, пусть на меня не обижаются. Дело в том, что они могли все сделать по-другому. Они могли сказать, что Валерий Константинович не согласен с обрезкой на кольцо. Давайте ваши даты, я бы еще взял 100, 200 бы, они же в сады вырезали все, весь красный хутор. Весь красный хутор. Почему? Потому что гибли, 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 а это самое. Вы думаете, откуда я тебе фотографии делал? У меня-то не было мертвых. Я пошел распиленный, 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 а теперь пили вот тут прям через это, через раду. А потом Валок себе, собирал коллекцию, а потом фотографировал. Ну нельзя было сделать по-другому, а, председательное хозяйство. Вы по-силоведчески, значит, вы не согласны, ведь обратились на меня внимание, собитное письмо представлено, вы на сгайзе уезжаете. А сейчас что получается? Вот оно, хозяйство. А теперь смотрите выше. Все сайты обращали вот это вот. Это с интернета, это с интернета, сейчас я увеличу, время еще есть несколько минут. Это с интернета, это с интернета, я в цветочке не знаю, наверняка тоже. Но дело-то в другом, это моя фотография, вот она, еще раз покажу. Полсотни вот так, а полторы вот так вот сделали, наоборот. Вдохлот на другую сторону, еще полсотни. Сколько людей задурели? Десятки, тысячи, которые верят, что это в их садах растет. Но идея-то тоже может с этим бороться. Если бы рядом редакция написала, не трогать, не верить, не заработала бы ни рубля. Так ведь? И получается, зачем вы нужны? Столько бреда. Вот это вот, опять про подгузники, мы с вами еще вернемся, но в наше время не стекло. А то скажу. Когда-то реклама самая главная была такая. Значит, машина приспичила папу шофера, он выскакивает. Это вся страна смотрела, как важно иметь эти памперсы на ребенке. Вся страна смотрела. Крупный план. Представляете, как надо было убедить, не имея понятия, что творят. Главное, деньги, деньги. Папа выскакивает, подбегает к высоковольтной линии, становится под ней, рядом столб, мостится на столб. И показали удар, показали, как по этой струе. Что такое моча, вы знаете? Ну, вы взрослые люди, слово моча же не моча. По моче, это же электролит. Получил удар себе, извините за выражение, по, как он называется? Так, чтобы этот самый, который международ болтается, это хэ называется. Ну, вы поняли, да? Вот, получил у него удар по струе. От высоковольтной линии. А ребёнок показывает крупный план. Сидит в машине, ему год или два, в машине. И смотрит на папу и смеётся. Папа, да, пенис, помнил. Папа пенис, помнил. Папа, пенис, помнил удар, высоковольтный. А он смеётся и даже показывает, что он подбудет, знаете? Ну, в общем, вот это страшная вещь. Вот это и есть наш уровень. И ни один человек в России, на планете не сказал, что вы с ума сошли, искусственная брюшина. Вот. Этот ребёнок никогда не станет мужчиной. Процесс задерживается на несколько лет. Он вырастает этим инфантилом. Ладно, другой раз. Может быть, что-то важное я сейчас скажу. Кое-что пропущу. Время наше и стекло. Вот. Когда приусадим на хозяйство... Прошу вас, друзья. Вот это вот реклама. Я тут ни при чём. А это недавно было. Смотрите. Номер 9, 21 год. Немножко месяц назад. Может, кто пришлёт мне. Может, кто её возьмёт в странице, перефотографирует. Почему? Мне вот что интересно. Саженцы от покупки до посадки. Я хочу посмотреть, какие саженцы вы рекламируете. Может, всё-таки что-то от железного научились. Трудно было найти статьи. Заказать мне что-то прям. Почему нельзя-то? Можем сделать видео. Не то, что отбить рекламщиков в охоту, чтобы вам снастили деньги. Хотя бы знаком вопроса. Ну, как-то хоть чуть-чуть совести. Вот. А вот это, да. Потому что, смотрите. Вот реклама. Магазин для садоводов. Так. У вас реклама забита ваша, как это называется? У вас журнал ещё бумажный. Он забит этими рекламой. Вот беру первый попавшийся. Магазин для садоводов в Москве. Продажа санкций. Доставка по всей России. Опыт 20 лет. По всей России. Вы можете до Сахалин вот это довезти? Нет. Отправят они в горшке. Отправят с сухими листьями. То есть с сухими корнями. А здесь уже листья. Это всё умрёт, чёртой матери, ещё в дороге. Вы думаете, ускорили после, как я буду отправлять? За 4-5 дней. До Сахалина зайдёт за 2-3 недели. Мёртвая. А вот там будет так же, как помните, высшее бывает. Никто не отправит в горшке. Тогда возьмите. Это же так просто. Вот адрес. Пожалуйста, позвоните и спросите. Как вы доставите? В горшке то как? Сколько дней? Покажите ваш сад. Я хочу видеть. Возможно, фильм был снят. Я хочу видеть, где эти сады, откуда взялись. И женовалом привозят с йогой, а потом рассаживают и всё. А это картинка для красоты. Ой, про мажорская речь ещё. В другой раз, видите как, оказывается, можно их духовка нагревать. Ладно, в следующий раз. Вот. Крудовидные, толк от них, как от козла молока. Те, которые растут эти. Розмарин надо разбираться вот с этим. Чудо просто. Опять изменились. Вот. Медовые. Медовые. Вот они, дегустаторы. Вот. А дальше сейчас она будет учить мозги пудрить. Обрезка запущенной груши. Ещё сильнее загустится. Тут что ты лезешься, что ты понимаешь. У тебя 50 тысяч подписчиков. Один год она будет только с огромными страшными ранами. Она будет чуть-чуть раз это самое. Посветление. Я буду ещё гуще. Она и так у тебя густая. Уже ни одинку откалечили. Милая дама, откуда взялись ненавистные волшки? Вы собираетесь удалять волшки на груши. Волшки появляются. А, постулат железова. Ещё. Ещё закончим. Постулат железова. Ещё для того, чтобы вы нас заслали по стране. Умоляю. Это же так просто. Ведь я в Ютубе нажимал. Как копировать, всё накопируется. А вам же разошнётся всё. Всё это будет разошло. Посылат железова. Любой способ обрезки бесполезен и вреден. Я не буду перечислять. Даже шмыкивание. Даже этот самый. Причипывание. Даже есть ещё способы сушения. Накручивание. Это всё. Я даже боюсь вам рассказывать. про эти способы. По принципу. Не дружись с Васькой. Он тебя плохого научит. Лучше может быть и правда не рассказывать. Что не все способы я рассказал. Потому что они все смертельные. Любой способ обрезки бесполезен и вреден. Так как имеет обратное действие. Загущение кроны. Она загустит кроны. О чём не знает. Но в тот момент, когда видите. 1 марта. В это время примерно была убрана монетизация. Я надеюсь, больше никто не увидит её. Потому что ей-то зачем стараться, когда из-за этого ни копейки не заплатят. Только ради денег это делается. Причём она может быть искренне. Потому что она сейчас покажет, как отрезать часть веток. А что будет дальше, её не касается. Может, это не её груша. Она никогда не будет здоровой. Потому что нижние ветки отрезаны. Отрезаны. А поверх них уже точно отрезаны. Вон там, на высоте её плеч. Начинается. А зачем тогда белить, когда раны уже сделаны-то? По белке. А только из-за этого. Чтобы не было ран. А ран уже сами понаделали. Так не делайте хотя бы по белку. Дурная, ненужная, вредная работа. Зимой солнечные лучи должны проникать внутрь. Их даже зимой хоть чуть-чуть подогревать дерево. Ведь это груши, говорят, то ли с Испании, то ли с Италии. Понимаете? Шла, шла, шла. Германия, Польша, Украина. Наконец Россия. Наконец ещё и север России. Вот. Вот снег. Ну, какой чёрт её белить-то? Ведь это же охлаждение. По белке это охлаждение. Это закупорка этих всех, чуть не сказала, этих веток. Да и вен тоже. И вот откуда взялись волчки? На этом закончим. Итак, любой способ обрезки – это закон. Я, правда, постулат скромный пишу. Постулат имеет обратное действие. Загущение кроны. Наоборот. Любое. Даже вот возьмёте вот так вот, отщипнёте, и уже начнёт загущение. Вот. За это меня никогда не признают своим наука. Потому что их уже не переучить. Бесполезно. Помните? Вот. Лучше, как там было? Вот. Лучше не знать. Правильно. Потому что тогда придётся работать. Сейчас, когда отменена мотивизация, я пишу, чур у вас, может, исчезнете. Вот. А этот вот канал опять, там, сотни тысяч просмотров, и опять учёба, да, Юрий Лавинский мне прислал. Теперь начнётся... А эта груша, она от рода ей положено иметь вот такую вот пирамидальную крону. С таких мест выросла. Миллионы лет она в таких мест жила. Закрепилась их память. Оставьте её в покое, пусть так растёт. Под урожаем раскроется. Нет, сейчас начнут. А вот эта почка, вот, она смотрит вверх. А они тогда под неё... Ну, больше её нельзя отрезать, потому что она вверх будет. А вот она смотрит... Вот она смотрит в бок. И вот, вы знаете, каждый из этих веток надо будет аккуратненько отрезать так, чтобы... Это в лучшем случае. Чтобы она... Дальше ветки вот так пошли. То есть, почка... Каждая почка имеет своё направление. Но этого мало. Надо ещё половину отрезать, чтобы внутри было светло. И вот вся эта дурь, хотя она совершенно это не выгнает. Тем более, после каждого будет загущение. Ну, а дальше ещё раз обращаюсь. Владимир Кудакун, Дасев. Агроном, ведущий телеканала «Консультация навода» и телеканала «Усадьба». Это Владислав. Когда от меня шарахли свечёный, он приехал ко мне от Кемеровской консультации навода телеканала и снял десяток таких фильмов. Вот. И тогда я понял. Среди учёных... Он же агроном. И ещё журналист. Среди журналистов он выдающийся. Выдающийся. Я когда журналист отправил науку свои, фильмы, книги, отправил всё. Он даже спасибо не сказал. Он, скорее всего, не отказал. Скорее всего, не понял даже, о чём речь. Проще брать интервью, и там в этом самое удобное. И напрягаться не надо. И не нарвёшься на критику. Как главный редактор ведущей газеты страны. Так его отметили, когда он начал меня печатать. Ну, не имею права лечь дальше говорить. Как Железова? Вот. Тут же запретил печатать Железова. И вот так получается, что этот товарищ, вот он. Вот я с экрана снимал. Просто первые же снимки. Вот он. Он уникален. Я не знаю, как получилось, что он был просто Кемеровая, консультант садовода. Умнейший мужик. Сколько он у меня фильмов взял, сколько с абрикосами, со всем. Сколько секретов с меня выдавил, выжил. Умнейший мужик. Но тебе уже там по несколько тысяч просмотров. Вот. И они уже давно забыты, сами понимаете. Вот. Где-то там первые тысячи фильмов. Там уже, может быть, в год два человека посмотрело. Каждый год по два просмотра. Всё. Сейчас он нужен. Как он оказался в Москве? Телеканал «Усадьба». Помните, я смеялся над этим? Вот. Пожалуйста, Владислав, забери у меня моих лучших учеников. Они есть в Европе, наворали везде. Вот. Они хоть не будут дурью маяться, вот как здесь на экране. Вот здесь вот. Я пока коротко. Вот. Я всё пропускаю, пропускаю, много пропускаю. Вот. Это я хотел с Гугушкиным обсуждать, но не получилось. Ладно. Потом найду. Много чего. Телеканал «Усадьба» теряет годы от того, что там есть люди, с виду опытные, образованные. Они сами, ну я же вижу стандартные советы, они сами никогда ничего не выращивали. Вот попробуйте, где делать прививку. Вот это культурная ветка. Представляете? Погибло дерево. А почему я не погибну с Арграсом Морозом? А она отсиделась вот здесь вот. Представляете, как низко прививка, если вот эта ветка культурная и дала роскошные, я спас целый, целый сорт от Латинкова. Вот. Только из-за низкой прививки. А где вам учат делать прививку? Ну покажите вот тут. Ну зачем вот это-то? Ну всё, ладно. Я заканчиваю свою вещь. Вот. Для чего здесь карточка Сбербанка? А, вот для чего. Вы видите? Когда-то с одной, ещё минутка, когда-то вот с такой ветки, сейчас покажу размер, вот с такой ветки пошёлся триумф моих персиков по стране. Вот с такой ветки. Это государственная премия, если бы там что-то понимали бы в этом. Потому что сотни садов плодоносят мои персики, начиная из косточек, сирков. Вот с такой ветки всё началось. А сейчас смотрите на экран. Это что? Это персики, которые я выбрасываю, делаю обрезку. Вот что страшное. Нужны вам такие фирмы? Скиньтесь по 50-100 рублей. Потому что параллельно с этим, параллельно с этим, у меня, а это очень важно, не хватает мне этих самых денег на всё. Учитывая, что практически прекратились заказы. Понимаете? Сейчас я покажу, где мы были. Вот. Вот эти фильмы мне помогают снимать, 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 снимать. Вот. Если вы считаете, что они нужны, скиньтесь по 100 рублей. А вот они данные. Всё, что я прошу, чтобы уже были не... Ну, пусть полсотни, сотни садов, где уже есть мои персики. Дальше должна быть геометрическая профессия. Про это. То есть там, где был 11, 10. Где 10, 100. Где 100 тысяч. Где тысяча – миллион. Знаете, что такое геометрическая профессия? А кто про это знает, что я выбрасываю и сжигаю это, персики, волеточки? Что, они не горятся? Вот всё, что я от вас прошу. Или карточка, или с помощью телефона, который привязан к карте, номер телефона. не надо мне эти тысячи, по 100 рублей собрать. Я ещё, мне надо создать ещё порядка 100-200 фильмов. Почему? Потому что... Ой, нет, не буду. Да вы мне верите и так. Присылал Сергея, видите, телемост, Сергея, Железов Сергеев, телемост. Вот. Чтобы этот фильм был красиво оформлен, я потратил для студентки 200 рублей. Потом был второй телемост, ещё 200, потом третий, ещё 200, седьмой, ещё 200, и того 1400. А он мне прислал 10 тысяч, я его не просил. Вот. Сколько, благодаря Сергееву, Николаю Георгиевичу, в фильмах? Благодаря Ребрику 10 тысяч прислал. А кто-то прислал 500, а было ещё и 5 тысяч, только я не понял, кто прислал. Вот. Но благодарен безмерно. Там, не тут, ладно, не знаю, кто прислал 5000, но там зачтётся. Но ещё бы немного собрать денег. Не было ещё дня, чтобы я фильм не создал. Вот на этом мы всё закончим. Полюбовались на этот костёр. Вот. А если бы каждый из вас разосал 10-рым, на расхвать бы всё это было бы. Ведь это же не халтура. Если нет ни одной мёртвой ветки, это обрезка живых деревьев. М-м-м-м-м-м Субтитры создавал DimaTorzok